Диалог в прямом эфире Я поздравляю вас, потому что мы всегда, как вы знаете, работаем именно для вас Но и всех, кто к этому празднику имеет самое прямое отношение Видите, как у нас совпало первый диалог в прямом эфире и Всемирный день телевидения И по доброй традиции практически уже на протяжении 10 лет открывает эфир человек, который был начальником городского отдела образования Начальником районного отдела образования Начальником отдела спорта и туризма Оршанского райисполкома И вновь теперь начальник управления по образованию Оршанского райисполкома И все это один и тот же человек Андрей Владимирович Загурский Андрей Владимирович, здравствуйте Здравствуйте, Сергей Леонидович Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели Я рад нашей встрече и очередной возможности, которую представляет передача «Диалог в прямом эфире» Для прямого общения с родителями, педагогами, со всеми жителями города и Оршанского района Это возможность рассказать о том, чем живет сегодня система образования Оршанского района И какие у нас есть изменения Мы до начала эфира с Андреем Владимировичем разговаривали У Андрея Владимировича сегодня тоже практически юбилей, праздник 10 лет, как он участвует в программе «Диалог в прямом эфире» И прежде чем начать, собственно говоря, разговор Напомню, как всегда, наши координаты Телефон прямого эфира 182 Этот номер вы можете набрать с ваших городских телефонов Если их нет под рукой, а у вас возникли вопросы Набирайте 770-13-14, 770-13-14 И также можете задать свои вопросы Как всегда, призываю не откладывать их в долгий ящик Чтобы мы успели ответить в процессе эфира на все ваши вопросы Ну и прежде чем мы узнаем об изменениях В связи с названием и так далее Наверное, всем телезрителям и радиослушателям хочу узнать На что была направлена основная работа в прошедшем учебном году? Особое внимание было уделено реализации мероприятий Государственных программ и отраслевого плана По развитию системы образования Рашанского района Хочу сказать, что сегодня в образовании Действует социальных нормативов В 2017 году по нашему региону Выполнены были полностью все Многие показатели превосходят и областные, и республиканские Например, обеспеченность местами в дошкольных учреждениях 94% при нормативе 85% Обеспеченность учащихся плоскостными спортивными сооружениями 12,47% при нормативе 1,62% Вышеобластного республиканского стандарта Обеспеченности учащихся школ персональными компьютерами Кстати, к новому учебному году мы обновили в ряде школ и садов Компьютерную технику Так, приобретено 122 компьютера на сумму 88 тысяч рублей В рамках мероприятий, приуроченных году Малой Родины 1 сентября Юрцевский детский сад средняя школа получила подарок 7 компьютеров В ноябре средней школе номер 7 было подарено 15 ноутбуков Это позволяет сегодня школьникам на более качественном уровне изучать информатику, иностранный язык, да и по сути многие другие предметы От лица управления по образованию, педагогов, учащихся и родителей Хочу поблагодарить нашего земляка, председателя концерна Белгоспечепром Забелла Александра Леонидовича За такой подарок Юрцевской школе к новому учебному году А также поблагодарить Белабина Андрея Анатольевича Председателя совета директоров ЗАО Патио Выпускника 7 школы За представленную возможность иметь в школе мобильный компьютерный класс Андрей Анатольевич также помогает не только этому учебному заведению, СПЦ, я знаю, часто госдетскому доме Надеюсь, что Андрей Анатольевич, как наш земляк, будет и в дальнейшем активное участие оказывать посильную помощь всем учебным заведениям Я думаю, можно предложить и всем нашим землякам, у кого есть такая возможность Я знаю, что оршанцы в Минске, они так вот кучкуются, что называется, по территориальному признаку Что мы все родом из Орша и поддерживают друг друга, помогают не только друг другу, но и все-таки тем более в год малой родины Вот я начал разговор с того, что был отдел образования горы с полкома, рай с полкома, отдел спорта и туризма А сейчас отдел образования спорта и туризма А сейчас управление по образованию Оршанского райсполкома Вот что изменилось за этот летний период, по каким вопросам, собственно говоря, куда теперь обращаться жителям Оршанского региона? Да, действительно, с 1 июня этого года произошли определенные структурные изменения Отдел образования спорта и туризма разделен на управление по образованию и отдел спорта и туризма. Думаю, что жители уже по названиям понимают, что по вопросам, связанным с обучением детей в садах, школах, с работой кружков в учреждениях дополнительного образования, нужно обращаться в управление по образованию. Мы находимся на прежнем адресе, улица Островского, дом 19, дробь 1, а вот по вопросам работы спорта, физкультурно-спортивного клуба, ледовой арены, футбольно-хоккейных клубов, спортивных школ, работы бассейнов, городских стадионов, по вопросам туризма, необходимо уже обращаться в отдел спорта и туризма, который располагается в здании ледовой арены. Все контактные координаты есть на соответствующих сайтах. Вот сколько учреждений в связи с произошедшими изменениями теперь у вас подчинением? Ну, по-прежнему очень много. Это 101 учреждения, из них 53 это дошкольные учреждения, 39 общие средние школы, 5 учреждений дополнительного образования и одна вспомогательная школа, один центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, СПЦ и детский дом. На одну школу в городе, к слову, стало меньше. С 1 сентября гимназия номер 1 реорганизована путем присоединения к ней средней школы номер 19. Ну вот, раньше так и было. Была гимназия, вернее, сначала была 19 школа, потом первая гимназия, потом опять появилась 19 школа, их разделили, соединили. Почему именно опять их соединили в одно целое? Дело в том, что в республике изменился порядок приема в гимназии. Об этом чуть ниже я подробнее расскажу. Теперь прием для получения базы образования в гимназии осуществляется без сдачи экзаменов. Приоритет при приеме остается за учащимися микрорайона, закрепленного за учреждением. И только при наличии оставшихся свободных мест в классах учащиеся других микрорайонов зачисляются в гимназии. То есть экзаменов как таковых, которые были ранее в пятых классах, нет. А вот чтобы попасть в 10 класс гимназии ученику из другой школы, как и раньше, нужно сдавать вступительные экзамены. Экзамены проходят по профильным предметам. И также нужно сдавать экзамены в свободные места, если они есть в 11 классах. Я слышал, что в этом году система зачисления по микрорайонам действовала не только в гимназиях. Совершенно верно. По такому принципу, в соответствии с письмом Министерства образования, проходил прием первые классы. Прием документов осуществлялся с 12 июля по 28 августа. Работали комиссии с понедельника по субботу в рабочие дни и комиссия работала до 8 вечера. В первую очередь принимались первые классы дети, проживающие в микрорайоне этой школы. Только при наличии свободных мест в школе могут приниматься дети, проживающие в других микрорайонах. Прием в свободные места осуществлялся в порядке очередности и подаче заявлений. Вот если, например, в школе осталось 6 свободных мест, то дети, записанные под первыми шестью номерами, зачислялись в выбранную школу независимо от места проживания. Да, именно так. Информация о микрорайоне школы, порядке приема документов первой классы, в том числе и на свободные места, во время приемной кампании была размещена на сайтах школ, информационных стендах. Доводилось до сведений на собраниях родителей будущих первоклассников. На сайте управления, в рубрике детям и родителям, находится информация о закрепленных всех полностью жилых домах за школами и гимназиями. Еще раз напомню, что это решение принимается райисполкомом. То есть родители будущих первоклассников могут уже посмотреть, в какую школу их дети будут зачислены обязательно? Совершенно верно. Кроме того, уже начались занятия по подготовке к школе на следующий год, которые проходят по субботам. И чтобы ребенок мог адаптироваться, ему было легче, в первом классе советую родителям приводить детей на эти занятия. Проводятся они на платной основе. С прескурантом можно также ознакомиться на сайте управления или в любой школе. Есть ли еще какие-то нововведения или изменения, которые действуют именно с этого учебного года? У нас каждый год мы говорим, что ничего не будет меняться, но вместе с тем что-то происходит. С этого года в обычных школах могут изучаться предметы на повышенном уровне. И это очень большое достижение. В пятых-седьмых классах на повышенном уровне может изучаться иностранный язык. То есть вместо трех часов в неделю, четыре или пять. Это решает руководство учреждения. А начиная с восьмого класса другие предметы могут также преподаваться на повышенном уровне. Ранее этой возможности не было. Кстати, с этого учебного года в школах нашего региона к трем языкам английский, немецкий, французский добавился как обязательный иностранный язык китайский. Открыты группы в третьих классах по изучению китайского языка как основного, иностранного в средних школах номер 13, а также 16. Ранее в наших школах он изучался как факультативно, и по-прежнему продолжается изучать как факультативно. По китайскому языку, несмотря на изучение только в рамках факультатива, у нас в этом году, сразу хочу забегая вперед, похвастать, в 2018 году учащийся гимназии номер 2 города Орши Койда Ульяна стала победителем. Это диплом третьей степени, заключительного этапа республиканской олимпиады по этому предмету. При том, что не изучал этот предмет непосредственно как обязательный компонент. Андрей Иванович, а много вообще желающих сейчас изучать китайский язык? С удовольствием идут? Не надо же под палки, это же факультативно, где необязательно. Это полностью дело добровольное. Более того, вот те школы, которые я называл, также было заранее проведено анкетирование, и те, кто действительно сами захотел изучать, они изучают. Всего на факультативных занятиях более 300 учащихся изучают китайский язык. А вот кто решает, будут дети изучать предмет на повышенном уровне с 5 класса или нет? Здесь также хочу остановиться подробно, обратить внимание, что учебные предметы на повышенном уровне могут изучаться, но это не обязательно. Решение об организации повышенного уровня преподавания предмета в конкретной школе принимается при соблюдении определенного комплекса условий. Наличие учреждений образования соответствующей образовательной среды, а это в первую очередь кадровые ресурсы, то есть учителя, имеющие первые и высшие коллекционные категории. Также наличие материально-технических и учебно-методических ресурсов, которые позволяют обеспечить качество образования. Ну и, безусловно, соблюдение санитарно-генических требований. То есть администрация должна отслеживать нагрузку учащихся. Вот при соблюдении вот этих параметров возможно только изучение. То есть, я так понимаю, есть решение администрации, согласованное с вами, да, есть учителя соответствующая, материально-техническая база, и можно открывать тогда повышенный уровень. Совершенно верно. Главное это то, что родители должны дать согласие. Этих ребенок будет изучать предметы на повышенном уровне, и это касается пятых-девятых классов. Это как раз та зона вариативности, когда есть возможность выбирать, попробовать. А вот если десятые профильные классы, то зачисление учащихся проводится на конкурсной основе по результатам обучения на второй ступени общего среднего образования. Отметка должны быть не ниже 7 баллов по профильным учебным предметам, и средний балл свидетельства об общим базам образования не ниже 6. Десятые профильные классы аграрной направленности возможен набор учащихся, если они имеют отметки по профильным предметам не ниже 6, и средний балл не ниже 5. А много детей в этом учебном году изучают предметы на повышенном уровне? Организовано изучение предметов на повышенном уровне. Особым спросом пользуются учебные предметы, такие как русский язык, математика, химия, биология. 344 одиннадцатиклассника продолжают изучение на повышенном уровне учебных предметов математика, русский и иностранный язык. В основном на повышенном уровне изучают предметы по третьей модели. То есть в классе имеется группа учащихся, изучающих предметы на базовом уровне и группа учащихся, которые выбирают то направление, которым интересно на повышенном уровне. Ну вот это то, о чем, знаете, вот говорили еще в советские времена. Зачем мне, например, углубленно изучать математику или физику, если я там чистый гуманитарий? Мне это в жизни не пригодится. Ну да, надо, естественно, знать, как умножать, как делить, вычитать и так далее. Зачем там эти многозначные дроби и так далее, и так далее, и так далее. То есть получается, что вот уже и ребенок, и родители могут как-то выбирать и определяться, что ближе к человеку, и как он собирается, в общем, себя в жизни реализовывать, я так понимаю. Совершенно верно. Мы как-то стараемся приближаться к жизни. То есть то, что хотят родители, то, что необходимо учащимся, и таким образом целая система образования пытается потихонечку меняться. Но мы не можем не сказать о результатах прошедшего учебного года. Каковы они? Несколько слов об этом. Прошедший год, как всегда, был очень богат и насыщен мероприятиями, конкурсами, различными соревнованиями. Лучший опыт работы педагогов Аршанского района активно транслировался на областном и республиканских уровнях. Так, в декабре 2017 года на базе, если и сада номер 46, прошел республиканский семинар по вопросу физического воспитания детей дошкольного возраста. В июне 2018 заседание Республиканского совета директоров учреждений дополнительного образования детей и молодежи. Что касается значимых побед учащихся, то следует отметить стопроцентную результативность участия в областном конкурсе исследовательских работ «Я познаю мир». Учащимися школ были представлены 9 работ, завоевано 9 дипломов. В республиканской конференции «Великая отечественная история и память» принимали участие 3 работы, и все также получили дипломы. Дипломы, это, конечно, замечательно. Вы знаете, у меня в архивах, в домашних, остались еще школьные дипломы, грамоты. Так интересно перелистать, вспомнить, скажем так, былое, школьные годы, так воспоминания нахлынут бывают. Но ведь кроме дипломов, наверное, ребенку интересно еще что-то получить. Кроме дипломов, вот есть ли еще какие-то поощрения? Да, безусловно. Если учащийся учится в выпускных классах и стал победителем областной республиканской олимпиады по предметам, которые входят в число экзаменационных, то он не сдает экзамен по этому предмету в школе. Ему выставляется итоговая отметка 10 баллов, а 11-классник, победитель областной олимпиады, получает 100 баллов по ЦТ, что соответствует по предмету, и также не сдает это ЦТ. Кроме того, участники и победители областного этапа ежегодно награждаются денежными призами на районном празднике честования победителей предметных олимпиад. Победители республиканских олимпиад награждаются денежными призами на соответствующих мероприятиях в Витебске. Четыре ученика в 2017 году были поощрены специальным фондом президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. В 2018 году подготовлены материалы на поощрение еще шести учащихся. В июле 2018 двое учащихся средней школы номер 16 и гимназии номер 2 находились в летнем лингвистическом лагере в Китае, где имели возможность изучать китайский язык в живом общении с носителями языка. Койда Ульяна гимназия номер 2 и Гурченко Анастасия средняя школа номер 16. Они стали обладателями специальной премии посла КНР Республики Беларусь. Так что если стараться, то можно получить не только диплом, как вы говорите, но также и материальное поощрение. Кроме того, определенные льготы при выпуске и поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения. Мы еще вернемся к этой теме, потому что среди вопросов, которые к нам пришли от телезрителей, есть и по этому поводу тоже. В сентябре в новостях был сюжет о подписании договора с БГУИР. Какова вообще перспектива сотрудничества? Такой вопрос, кстати, тоже пришел от наших телезрителей. Да, действительно, 18 сентября был подписан договор о сотрудничестве между Управлением по образованию Оршанского райисполкома и Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники. Это одно из ведущих наших учреждений в области информатики и информационных технологий. Оршанские школьники и педагоги получили возможность дистанционного обучения под руководством БГУИР. Договором предусмотрено сотрудничество по различным направлениям. Это организация исследовательской работы учащихся в области информационных технологий, организация разработка и внедрение программ дополнительного образования учащихся по направлениям математика, информатика, физика, техника, реализация совместных образовательных проектов, повышение квалификации педагогов Оршанского района в области информационных технологий. Вот одно из значимых направлений, на мой взгляд, воспитательной работы, которую обозначило Министерство образования, перспективы их развития в 2018 году, это поддержание молодежных инициатив, развитие аутинического самоуправления. Что делается в нашем районе в этом направлении? Делается очень много, я бы даже сказал, существует определенный прорыв в последнее время, поскольку Орша с 2016 года реализует мероприятие и инициативы «Город дружественный детям и подросткам». Одно из условий – наличие определенной структуры молодежного самоуправления. В нашем районе это молодежная палата, созданная при Совете депутатов. 11 сентября 2018 года в городе Орше присвоено почетное звание «Город дружественный детям и подросткам». В этом месяце планируется провести торжественное мероприятие с участием представительства Детского фонда ООН, на котором городу будет вручен сертификат, подтверждающий новый статус. А какие проекты реализованы молодежной палатой? Проектов много. Самые значимые – это «Открытый диалог. Я и закон», «Олимпиада по правовым знаниям», «Онлайн-конференции с советом старшеклассников города Смоленска», «Социальный проект «Сказка на колесах» и многие другие. Представители молодежной палаты завоевали диплом ЮНИСЕФ в конкурсе «Портфолио. Детский и молодежный парламент. Совет». С дипломом третьей степени они вернулись после конкурса «Юный журналист в городе дружественным детям». Это очень высокие результаты. Да, но я надеюсь, на этом не будет работа свернута. Какие проекты планируются реализации в этом учебном году? Так вот, уже 20 сентября 2018 года по инициативе члена Совета Палаты и представителей Добрынины и Людмилы Анатольевны состоялся открытый диалог «Молодежный импульс», в котором приняли участие члены молодежного палата, штабы пионерской организации «Инициатива» и представители районной власти. В ходе встречи ребята рассказали о реализованных проектах и предложили новые инициативы, то есть сами учащиеся. Некоторые из них взяты на заметку. Так, например, будет проведен конкурс проектов на благоустройство парка в районе льнокомбината. Пионеры и члены БРСМ разработали совместный проект по благоустройству аллеи на улице Советской. Ну, самая, наверное, прекрасная пора, опять же, вот в воспоминаниях она остается, конечно, каникулы. И, конечно, самые длинные это летние каникулы, когда можно расслабиться почти на три месяца детям администрации. Вам, как начальнику управления, расслабляться некогда. Начинается самая такая большая работа по подготовке школ, учебных заведений к новому учебному году. Вот что было сделано в это лето, чтобы дети в садики пришли, с удовольствием рты открыли, да, от удивления. Я помню, когда мы приехали вот в Копосе после реконструкции детского садика, там родители пришли, открыв роты, и дети пришли, да и наша съемочная группа, в общем, ходила с большими глазами, смотрела на все, что там сделано было. Есть ли какие-то такие знаковые события, которые произошли этим летом? Хочу сказать, что в рамках подготовки к новому учебному году в учреждениях образования было выполнено работа с привлечением финансирования на общую сумму 575 тысяч рублей. Во всех учреждениях собственными силами и при поддержке попечительских советов, шефских организаций выполнены работы по ремонту внутренних помещений, озеленению, благоустройству территорий. Особое внимание при этом было уделено учебным классам, групповым помещениям, пищеблокам, спортзалам. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить родителей, предприятия, организации Оршанского района за оказанную помощь в проведении работ по подготовке учреждений к новому учебному году. С целью обеспечения безопасных условий пребывания детей в учреждениях образования 28 учреждений были оборудованы тревожными кнопками. Значимые ремонтные работы завершаются в городском поселке Болбасово. В школе выполнены работы по ремонту пищеблока, обеденного зала, спортивного зала, потолка в актовом зале, кровли, заменены ветхие деревянные оконные блоки, установлены антивандальные окна в спортивном зале, установлены уличные тренажеры с навесом. В саду номер 5 Болбасово выполнены работы по замене оконных и наружных дверных блоков. По ремонту внутренних помещений, буфетных, санитарных узлов отремонтированы теневые навесы. В Борздовском детском саду средней школе выполнены работы по устройству искусственного покрытия на беговой дорожке, волейбольно-баскетбольной площадке. За счет спонсорской помощи Министерства обороны в Андреевском детском доме выполнены работы по частичному ремонту жилых комнат, санитарных узлов, умывальных комнат. Завершаются работы по ремонту крыши средней школы номер 20. Кстати, в прошлом году как раз был задан вопрос передачи по ремонту крыши в 20 школе. Мы пообещали, что в 2018 году постараемся ее отремонтировать. Ну вот, как видим, в общем-то слово «сдержали». Помогают ли вот сами школьники подготовки школы к новому учебному году? Это очень важно и это носит определенный воспитательный вот такой характер. Немалая работа проводится в рамках вторичной занятости молодежи. В этом году работал 281 ученик. Силами учащихся произведены ремонт внутренних помещений, мебели с использованием ремкомплектов, покраска забора, благоустройство территорий. Освоено средств в сумме 32 тысячи рублей. Дети среднего звена приходят летом на практику и помогают ухаживать за клумбами, цветами внутри помещений, поддерживать чистоту территории школы. В свою очередь, также хочу поблагодарить Управление по труду, занятости в социальной защите, благодаря которому осуществляются работы по вторичной занятости. Вот выступая на августовской традиционной конференции, Вы затрагивали вопрос сохранения жизни и укрепления здоровья детей. Естественно, одним из факторов, влияющих на здоровье школьников, является питание детей. Какие шаги предпринимаются у нас, чтобы питание детей сделать более рациональным, сбалансированным, полезным и, главное, вкусным? Я хочу сказать, что желая любому человеку самых добрых пожеланий, мы всегда желаем здоровья. Одним из краеугольных камней этого здоровья является, безусловно, качественное питание. А как, если не в школе, закладывать это в основу? Хочу сказать, что учащиеся первых-четвертых классов и дети из сельской местности получают бесплатное одноразовое питание. Для 13% учащихся из многодетных, малообеспеченных семей организовано бесплатное двух-трехразовое питание. В прошедшем учебном году, благодаря финансовой поддержке исполкома, особое внимание уделялось модернизации пищеблоков. Так, за этот период было приобретено 207 единиц технологического холодильного оборудования на сумму 166 тысяч рублей. Вы говорили о том, что 10 лет я в эфирах, но вот за эти 10 лет я хочу сказать, что впервые такая значимая сумма была выделена. И действительно, это помогло значительно обновить материально-техническую базу учреждений. 16 ноября в гимназии номер 1 прошло выездное заседание исполкома, на котором рассматривался вопрос организации питания в школах. Определены основные пути совершенствования работы в данном направлении. Проработан вопрос дальнейшего укрепления материально-технической базы пищеблоков. На заседании положительно была отмечена проведенная работа по переводу школ на безналичный расчет оплаты за питание через систему ЕРИП. С 1 сентября соответствующим образом все питаются через ЕРИП. Наша съемочная группа тоже присутствовала на выездном заседании Оршанского райосполкома, которое прошло в гимназии номер 1. Вы знаете, мы впечатлились тоже разнообразием блюд как со мной в гимназии номер 1, в частности буфета, так и представленное, скажем так, блюдо победителей прошлого учебного года среди тех, кто готовит для детей. Это и городские школы, сейчас районные, и сельские школы. Молодцы, вот было такое разнообразие, что глаза разбегались. Мало того, что глаза разбегались... Удалось попробовать. Да, ну как мы без этого, конечно, попробовали. Я даже нас там фотографирую для сайта. Я не знаю, выложили эти фотографии или нет. Вот, но вообще было все очень вкусно. Кстати, уважаемые телезрители, ну попробовать вам не удастся, но посмотреть этот сюжет вы можете в новостях, которые напомнят, выходят в эфир каждое воскресенье в 18 часов 30 минут, а на следующий день в понедельник повторы в 7.00, в 12.00 и в 18.30. Это ответ тем, кто говорит, что сейчас новостей нет. Есть новости, но в немножко другом объеме они выходят на нашем канале, но тем не менее есть. Так что в это воскресенье в 18.30 смотрите сюжет о выездном заседании Ошанского райисполкома. Но в связи с тем, что вы перешли на безналичную форму оплаты родителями за питание в школьных столовых, много ли было вопросов? И хотелось бы услышать вашу точку зрения на такое новое введение. Это очень важный вопрос. Внедрению системы безналичной оплаты на школьное питание предшествовала совместная работа Управления по образованию Открытого акционерного общества Орши-сервис, руководителя учреждения образования. Проводилась разъяснительная работа с родителями через родительские собрания, индивидуальные консультации через сайты учреждения образования. Оплату за питание родители сегодня могут производить любым наиболее удобным способом. С мобильного телефона, через интернет-банкинг, на почте, в кассе любого банка, через инфокиоски, через те способы, которые им доступны. Комиссия за перечисление денежных средств не взымается. Чеки об оплате в школу представлять никакие не нужно. Все поступившие на счет учащегося деньги отображаются в личном кабинете, ответственного за заполнение электронного банка. Сама идея состоит в том, что не нужно сдавать какие-то наличные деньги кому-либо. За истекший период отношение многих родителей к нововведению успело кардинально измениться. От резко негативного как бы усложняет жизнь до одобрительного, поскольку практически можно видеть, куда ушли деньги. Можно также сказать, что нововведение прижилось в нашем городе, и сегодня это действует во всех городских школах. Скажите, а планируется все-таки введение, еще такая форма оплаты? Ну, приходят же дети в столовую, в буфет, где как бы можно что-то купить очень вкусно. Все-таки карточки. Я не обращал внимания, есть ли терминалы, планируется ли установка терминалов, или это не востребовано в школах, потому что детей чаще всего все-таки наличные дают родители на питание. На дополнительное питание. Помимо безналичного расчета, совершенно верно, сохранился пока наличный в кассах, стоят везде кассовые аппараты в буфетах, и я думаю, что переход на карточки это следующий этап. Мы идем вот по той дороге, по которой идут большие города, такие как Минск, Витебск, и я думаю, что мы к этому придем, но совершенно верно, стоит вопрос о выдаче соответствующих карточек для учащихся. Ну что ж, я думаю, что мы с вами по времени вступительную часть отработали, у нас настало время выйти в эфир рекламе, она, как всегда, будет не очень длинной, так что не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале, и сразу после рекламы начнем отвечать на ваши вопросы.